Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Святаго Иоанна Златоустова. Будем подражать Христу по своим силам. А когда сделаешься таким, то и сам дьявол невозможет противиться тебе, ибо он знает царственное знамя и оружие Христова, которым был поражен. Какое же это оружие? Смирение и кротость. Ибо и Христос, когда победил и сокрушил приступившего к нему на горе дьявола, то не давал о себе знать, что он Христос, но опутал его словами, как сетями, победил смирением, прогнал от себя кротостью. Так и ты поступай. Когда увидишь человека, приступающего к тебе со злобой дьявола, так побеждай. Христос дал тебе право уподобляться ему по возможности. Не страшись, слыша это, а бойся не быть подобным ему. Говори так, как и Христос, тогда сделаешься подобным ему. Сколько это возможно человеку? Тот, кто говорит таким образом, более того, кто пророчествует. Ибо здесь дар, а там и труд твой, и подвиг. Приучайся иметь уста твои подобными устам Христовым. Ты можешь сделать это, если только захочешь. Известно это искусство, если только ты не беспечен. Но как скажешь сделать, чтобы были такие уста? Какие для этого нужны краски, какая материя? Не нужно для этого ни красок, ни материи. Нужна только добродетель, кротость и смирение. Посмотрим теперь, какие образуются уста дьявольские, дабы никогда не иметь их. Как же они образуются? Проклятием, ругательствами, клятвами, клеветою. Когда человек говорит, как дьявол, то имеет и язык его. Итак, какое будем иметь извинения? Или лучше, какому не подвергнемся наказанию за то, что позволяем себе произносить дьявольские слова, тем самым языком, которым удостаиваемся вкушать тело Христова? Не будем позволять себе этого. Но приложим все старание к тому, чтобы язык наш научился подражать Христу. Если он научится этому, то мы с большим дерзновением предстанем на суд Христов. Если же кто не умеет говорить таким образом, то судья не будет и слушать. Будем же учиться тому языку, на каком обыкновенно слушает наш царь. Постараемся подражать его языку. В печали ли ты? Смотри, чтобы малодушие не изменило твоих уст. И ты будешь говорить, как Христос. Ибо и он был в печали о Лазаре и об Иуде. В страхе и ты старайся так, как говорил когда-то Христос. Ибо и он был в страхе за тебя, когда устроил твое спасение. Говори и ты, Матфея 26, 39. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Плачешь ли ты? Плачу меренно, как и он. Терпишь ли клевету и скорь? Принимай все это подобно ему. Ибо и Христос был оклеветом. И он скорбел и говорил. 38 стих. Душа моя скорбит смертельно. И во всем вообще Христос показал тебе пример. Дабы ты соблюдал ту же умеренность и не нарушал данных тебе правил. Таким образом можешь иметь уста, подобные устам Христовым. Находясь еще на земле, ты будешь иметь язык, подобный языку сидящего на небесах, когда будешь наблюдать умеренность в унынии, в гневе, в печали, в скорби. Сколько есть из наших желающих видеть Христа. И вот, если будем стараться, не только можем увидеть его, но и быть подобными ему. Итак, не будем беспечны. Не столько приятны для Господа уста пророков, сколько уста людей кротких и смиренных. Матфея 7.22 Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас. А уста Моисея, так как он был весьма смирен и кроток, сказано числом 12.3, Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Так были приятны и любезны Господу его уста, что он говорил с ним лицом к лицу, устами к устам, как друг со своим другом. Теперь ты не имеешь власти над демонами. Когда же будешь иметь уста, подобный устам Христовым, то будешь иметь власть над огнем гиенским. Будешь иметь власть над бездну и огненную. И скажешь им, умолкни, перестань, как Марка 4.39, и с дерзновением зайдешь на небеса, и получишь Царствие Небесное. Из Евангелия от Матфея, 78-я беседа. Аминь. Аминь. Слава Вышне Богу, на земле мир, человек!